А вы в курсе, что в Сочи появятся новые экскурсионные маршруты? В них войдут памятники археологии и истории Большого Сочи. Один из перспективных ресурсов развития Сочи планируется реализовать в рамках межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», созданного по инициативе Краснодарского края. Об этом говорилось на одном из круглых столов, прошедших на международном туристском форуме СИФТ. Министерство курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края приглашает. Сквозь тысячелетия, через бездну времени, в эпоху античной цивилизации, идем древними тропами по Золотому кольцу Боспорского царства. Южный российский маршрут начинается в Краснодарском крае. Он откроет восемь великих тайн, бережно хранящихся на Кубанской земле. Прикоснись к античному наследию. Взгляни своими глазами на отблеск сияния древней цивилизации. Проект «Золотое кольцо» Боспорского царства включен рост туризма в перечень приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм. Продажи первых туров и первые организованные группы отправились по маршруту в марте 2019 года. В комплексные туры было включено около 30 памятников античности и современных объектов турпоказа в 10 городах региона, тематически связанных с историей Боспора. Туроператоры сформировали несколько видов туров, рассчитанных на 3, 5 и 7 дней путешествия. Благодаря проекту удалось увеличить турпоток на 10% и на 15% в среднюю продолжительность пребывания туристов на южных курортах. Вообще Краснодарский край обладает большим культурно-историческим наследием, которое само по себе должно стать объектом притяжения как российских, так и зарубежных туристов. В этом году на курортах Краснодарского края уже отдохнули около 18 миллионов человек. И сегодня наш регион – центр внутреннего туризма среди всех курортных регионов России. Развитие курортно-туристского комплекса и экскурсионного направления – приоритетные задачи для региона. И в качестве перспективного ресурса для совершенствования туризма в Сочи планируется задействовать ранее неиспользуемые в экскурсионном аспекте памятники археологии и истории Большого Сочи. Я считаю, что это одно из ключевых направлений в нашем санаторно-курортном комплексе. И эти направления постоянно развиваются, видоизменяются, появляются новые объекты, появляются новые направления, появляются новые требования к процессу предоставления экскурсий. Мы постоянно взаимодействуем в плотном режиме со всеми ассоциациями, со всеми фирмами экскурсионными. И одно из новых веяний этого года – это наш проект «Золотое кольцо Босфорского царства», которое объединяет нас, Крым, еще несколько регионов на территории Российской Федерации в единый туристский маршрут. Мы очень хотели попасть и интегрироваться в этот проект, и мы интегрируемся в него. На сегодняшний день три основных объекта, которыми мы планируем попасть в этот единый маршрут – это Византийский храм в селе «Веселое». На сегодняшний день это запущенный, заброшенный объект. В настоящее время ведется процесс оформления правоостановочных документов на территорию, на земельные участки. После этого из него будет сделан полноценный объект турпоказа. Там проблем с подъездами нет. Я думаю, что все экскурсионные фирмы с удовольствием включат в его свой экскурсионный маршрут, который идет в Олимпийский парк. Как план у нас к следующему лету, наверное, уже запустить этот объект. Следующий объект, который мы интегрировали в этот проект – это Орлиные скалы. Всем известна скульптура Прометея. Объект находится на территории Сочинского национального парка. Доступ к этому объекту, к сожалению, для крупных автобусов невозможен. Возможен только для автомобилей повышенной проходимости. Сам объект уже приведен к единому архитектурному облику. Заменены основные ключевые составляющие этого объекта. Таким образом, он, в принципе, готов к приему туристов. Единственное, сейчас нужно проработать вопрос именно с доставкой туристов до этого объекта. И третий объект – это Византийский храм в селе Лао. Это тоже он находится на территории Сочинского национального парка. К сожалению, сейчас не в очень хорошем состоянии. Требуют большие финансовые вложения для того, чтобы из него сделать полноценный объект турпоказа. Но это тоже в планах. Уже прорабатываем с национальным парком. Либо они сделают это самостоятельно, либо при помощи какого-то государственного частного партнерства. Но в итоге мы должны получить хороший, качественный объект международного уровня для того, чтобы он был интегрирован в целом в проект. И мы могли возить наших туристов и показывать исторические особенности нашего города. Поэтому вот это вот три основных проекта, которые будут интегрированы в проект «Золотой кольцо Боскорского царства». А помимо этого, я прекрасно понимаю, что каждый из курортов развивается. Каждый из курортов, я имею в виду горнолыжных курортов, ежегодно открывает что-то новое на своей территории, новые какие-то объекты показа, водопады. Вот здесь у нас представители есть. Они не стоят на месте. И за это им большое спасибо. Постоянно есть что-то показать новое для наших туристов. Погрузиться в изучение античной истории Сочи, берущей начало в начале нашей эры почти две тысячи лет назад, туристы смогут благодаря экскурсионным маршрутам к десяткам византийских храмов на территории Большого Сочи по федеральному проекту «Золотое кольцо Боскорского царства». Гости также смогут разведать тропы 200-километрового шелкового пути, проходящего по современному сочинскому национальному парку. Локализуются по факту остатки крепостных стен, которые мы можем увидеть, а не стоять на охране государства. Они существуют де-факто. Называлось Ампсолидом в греческом варианте, в римляне перенавали в Гераклей. Но помимо этого, мы говорим о туризме. Туризм – это даже не телевидение, уж тем более не радио, где снимается на слух. Людям надо близко подойти, убедиться в факте. У нас есть крепость Мамайкала, которая на данный момент датирована. У нас есть остатки в центре Сочи. У нас есть, находящаяся поблизости, есть Ачпсинская крепость. Это мы говорим сейчас про античное время. Существует великолепно сохранившаяся крепость, которую так называют крепость Годлик или крепость Багу, упоминающая в античных хрониках. Эта крепость расходит к периоду заката Рима. Факт доказанный. Важный момент. Великолепный подъезд инфраструктура. К нему можно подгонять к этой крепости на Годлике. Но не десятки, но несколько крупных автобусов подходят. Буквально в упор. Крепость Мамайкала. Вот одна из проблем, которая действительно административного уровня решения. Территория находится на территории, сданной в аренду. Стройка заморожена. Крепость существует. Смотреть не получается. Только спецразрешение нужно зайти и посмотреть. Итак, мы входим в состав экскурсионного маршрута. Задача это не показать, кто входил в Баспорское социальное, кто не входил, а показать отблеск сияния древних античных цивилизаций и городов, которые находились на территории Российской Федерации. Разговор идет не о акценте на конкретно какой-то объект. Мы говорим о том, что мы входим в проект Золотое кольцо Баспорского царства не просто потому, что нас захотели и посвятили нас в античность. Она реально есть. И ее можно увидеть, ее можно пощупать, показать туристам. На основании всего этого за последний буквально год был оперативно разработан проект Амсолида Сочи, который был в администрации неоднократно обсуждался. То есть, видите, это лицо. Свежие кадры, на которых вопрос обсуждался. Именно вопрос сейчас, который мы надеемся, что пойдет и дальше, и очень уверенными шагами. Потому что у нас есть что показать, проблема как показать. И когда нам говорят, а что показывать? Ну, надо сделать, значит, реплики. Фрагменты зданий с участием консультантов, специалистов по античным кладкам и прочее, 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 чтобы у нас было хотя бы как на Крите. На красные колонны я не претендую, но мы можем посоздать элементы для показа. Помимо лазерных шоу, помимо медийных всяких средств. Существует концепция развития, уже реально существующая. И вот теперь у нас уникальный случай, когда у нас проект «Великий шелковый путь» совпадает с проектом «Амсалия». То есть это вдоль и поперек города. То есть это тропы караванные, которые существовали в времен шелкового пути, и побережье. Все это ложится на сетку и позволяет развивать курорт не точечно, а по всему побережью. Потому что если тропа будет проходить от, как говорится, границ Туапса и до Абхазии, это сложная структура, которая развивает этот национальный парк. Соответственно, будут входы и выходы на эту тропу, система инфраструктуры, чтобы туристы, говорится, там не искали, где водички попить и куда сходить. То есть это общая программа. Она анализуется на проект «Амсалия» в следующих простохожденных. Значит, были просмотрены объекты, которые в разной степени возможно вводить в этот проект. Это, начиная с храма на Малом Ахуне, раскопки были буквально на прошлой неделе. Есть проект о его восстановлении, так же, как храма на монастыре. Просто храм на монастыре восстановлен. Памятник археологии, историко-культурной, 9-10 век. На Ахуне, это на подъеме на Ахун, существует храм, который планируется привести в то же состояние. Приезжала экспедиция Дмитрия Эдуардовича Василененко буквально в прошлой неделе, но не будем на это тратить время. Проект на его восстановление существует уже, по факту. Далее, храм в силе веселого, мы сейчас говорили, это вопрос, который надо решать всем миром, потому что там все есть на подходе, как говорится, только привести в порядок. Методы решения будем обсуждать. Далее, Ахштырский храм. Опять же, часто пользуется старыми критериями, якобы был построен в 19 веке. Доказано, издано в ваковских журналах, конкретно информация о том, что храм 12 век. Это финал Византии, незадолгое падение, но это храм византийской постройки, который интересен тем, что в 19 веке его достроили, и храм получается двух эпох. Как говорится, там от Византии до Деникинцев этот храм приходили. Это интересно для туристов, потому что кому-то нужно Византию, кому-то более интересует поздний период. Ахштырская пещера. Великолепный памятник. Подъезды есть. Привести немножко в порядок. Дольмены Красной Поляны. Вот не доезжаем 200 метров до этих дольменов. Бетонная хорошая дорога. Развязку, просто парковку хотя бы обеспечить. То есть ситуация вполне решаемая, она посильная. И лазерское направление. Мы город Сочи, большой Сочи. Поэтому нам нужно развитие всего города, а не как, вы знаете, сманящий краб. У него одна маленькая клешня, другая огромная. Мы должны быть гармонично развиваться. Поэтому вот это то, что сказано было, храм-крепость на реке Годлик, он существует пригоден. Тверпановое дерево не до конца доработано. Есть масса моментов очень интересных, которые можно вводить. Была проведена мониторинговая поездка по этим храмам. Был составлен перечень позиций. Он, если что, ездил директор музея Сочинского, представитель торговой палаты. Я и представитель администрации до выборов. То есть материалы проработаны. Где что? В некоторых местах достаточно просто убрать мусор. Даже дорогу строить не надо. Ситуация крепость Годлик. Сохранились в башне места, где держали буквально рабов в кандалах. То есть визуализация шикарная. Крепость Мамайкала. Административный вопрос. Решить вопрос с посещением людьми. Она на пляже находится. Можно с пляжа подниматься и смотреть. Но храм Махштырский. Самый лучший сохранившийся. Сохранились даже арки. Но обратите внимание. Он на глазах зарастает. Им надо заниматься. Вот фотография пятилетней давности. Вот фотография сейчас. Его уже не видно. То есть с объектами надо работать. Здесь великолепный подъезд. В трех местах починить дорогу. И решить административные вопросы. Сейчас у нас есть масса объектов. Которым даже подведены научные обоснованные базы. Читайте научные статьи. Естественно, Прометеев хотят получить все. Но у нас обоснований нет. А у нас все обоснования есть. Они изданы в материалах международных конференций. То есть что Сочи реально обоснованно может по этому поводу говорить, что да, легенда происходит из наших мест. Если кому-то надо, отдам информацию. Это все издано уже. Поэтому все эти объекты существуют. Их надо просто доводить до ума и пользоваться ими. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концепция развития туризма до 2035 года – это неотъемлемая часть стратегии развития Сочи и Краснодарского края. Она опирается на мнение экспертов города о путях сохранения и приумножения его природного и историко-культурного наследия. Реализация концепции позволит создать бренды курортных поселков, подчеркнув их индивидуальность, распределить туристические, а с ними и финансовые потоки, а также повысить инвестиционную привлекательность Большого Сочи и региона в целом. Редактор субтитров А.Семкин